Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Рада приветствовать всех, кто сейчас с нами. Давайте узнаем о погоде на сегодня. Рада приветствовать всех, кто сейчас с нами. На этот вопрос точный ответ знают волонтеры Совета ветеранов управления Росгвардии Покорчаева-Черкесии, которые взяли под свое шефство постояльцев специального дома-интерната для престарелых и инвалидов в станице Кардоникской. В этот раз они привезли им настоящую библиотеку по их собственному же и заказу. Фатима Даурова подробнее о добрых делах. Поездка в дом престарелых в станице Кардоникской состоялась в рамках благотворительной акции Совета ветеранов управления Росгвардии Покорчаева-Черкесии. Это уже не первый визит ветеранов службы к старикам. С первого посещения они прочувствовали, что для бабушек и дедушек означает хоть малейшее проявление внимания к себе. Что я чувствую? Боль. Боль. Я сам, видите, не мальчик. И страшнее одиночества. Нет ничего. Ничего. Это больно. Это очень больно. Вот заглушить эту боль. Мы пытаемся вот таким образом. Когда бывалый солдат, видевший на своем веку ни одно боевое сражение по роду своей службы, говорит такие слова, все сразу становится на свои места. У нас ветераны, основной принцип организации нашей – это сострадание, содружество, взаимопомощь. Люди, сострадание – это человеческий, ну, наверное, лучший признак человечности. Я не говорю о благотворительности, а именно о сострадании. Я говорю, вы там один раз побудете, увидите этих стариков немощных, и они всю жизнь будут у вас в голове. И вот это уже четвертый раз, наверное, да, Исмайя? Четвертая акция. Ребята привозят продукты, одежду, обувь, постельное белье. Поймите, мы не финансируемся государством. Это все скидываются сами ветераны, пенсионеры. Волонтеров здесь встречали с особой радостью, с трепетным ожиданием в глазах. Старики радовались беседе, тому, что их уже узнают и приходят к ним в гости, как к старым друзьям. В долгие месяцы и годы каждый день видеть один и тот же потолок и одни и те же лица по соседней палате. Любому хочется разнообразия. Но они нашли альтернативу реальности. Это книги. В этот раз просьба заключалась в том, чтобы обновить их библиотеку. Бабушка Люда – заядлый читатель. С детства увлекалась детективами и классикой. Настоящую книгу она не готова променять на электронную. В основном, если фантастика живет, верно, конечно. У Элса люблю тоже. А есть книги, которые вы перечитываете время от времени? Ой, есть. Толстого Петра Первого. Очень люблю. Ой, конечно, ждала. Что вы? Это же новая литература чтила. Это же бесподобно. И ждала. Это так прекрасно. И чувствуешь заботу о себе. Очень приятно. У меня большая такая радость. Более трёхсот изданий пополнили местную библиотеку. Но прежде чем книги дошли до адресатов, они прошли этап санитарного обеззараживания. Во избежание заражения коронавирусом. Как дети. Все любят, радуются, обсуждают потом. Вот привезли это, вот мне это понравилось. А я вот ещё что-то заказала, а вот жду, а вот привезут. Стараемся им предоставить все услуги, которыми они нуждаются. Но душевного тепла, да, им не хватает. В такой приятной и душевной обстановке было решено наградить отличительным знаком за службу на Кавказе сержанта Расула Кубекова, который в этом доме стал практически своим. Он часто навещает постояльцев, спрашивает об их самочувствии и узнаёт, в чём они нуждаются. Поэтому место для торжественного вручения было выбрано не случайно. Небольшие подарки и знаки внимания, книги, DVD-проигрыватели и диски с кинофильмами некоторое время ещё будут напоминать об этой тёплой встрече и ненадолго помогут справиться с одиночеством. Сегодня в очередной раз мы убедились, что доставлять радость не так уже сложно. Ваше маленькое дело может для другого человека стать большим. Фатима Даурова, Ислам Урума, Вести, Карачаево, Черкесия. Увидел свет первый русскоязычный сборник стихов известного нагайского журналиста Асана Найманова. Это уже четвёртый сборник молодого поэта. В книгу «Лейся песня» вошли стихи нескольких лет. Их тема разделена на лирическую и патриотическую тему. Кто помогал в создании сборника, с какой периодичностью сейчас выходит детский журнал «Мамитэкей», главным редактором которого является Асан, и с какой целью он ездил в Крым. На эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии Асана Найманова ответит моей соведущей Белле Джозаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Асан. Доброе утро. Благодарю тебя, что ты наконец-то в наше время пришёл к нам в гости. Так получается, когда мы с тобой планируем нашу встречу, у тебя постоянно какие-то съёмки. То ты в Крыму, то ты где-то работаешь над материалом. Ты парень очень творческий, занятой. Но вот сегодня так получилось, что мы наконец-то встретились. А повод у нас очень хороший. Вышла в свет твоя первая книга, твой поэтический сборник на русском языке, Лейся Песня. До этого у тебя были сборники, три сборника на нагайском языке. Но вот ты решил свои стихи, переводы в этот раз выпустить. Мне бы хотелось основную тематику этого сборника узнать. Я от всей души хочу поблагодарить тех людей, которые причастны к подготовке и выпуску данного сборника. Это, в частности, замечательная журналистка, моя коллега, заслуженный журналист Карачао-Черкесской республики Мадина Мижева. Также хотел бы особую, огромную благодарность выразить переводчикам. Фаридии Сидохметовой, Зурабу Бимурзову, Риме Утимисовой, Михаилу Вечёре. А также всем спонсорам, которые откликнулись на мою просьбу и поддержали. В данный сборник, значит, вошли стихи как ранние, так и последних лет. Ранние имеется в виду, когда я учился в Карачаевске в институте филологии студенческие годы, то, что писал стихи. И вот последние 5-6 лет, которые мне удалось написать. Он получился такой красочный, не только снаружи, но и снутри. Кто оформлял? Оформлением, набором и версткой занималась супруга, Радмила Найманова. От своей души благодарю. В национальном стиле я её просил. Я всегда поражалась твоей энергией. Ты не просто журналист. Ты ещё главный редактор Ногайского детского журнала «Мамитэкей». Вы сейчас выходите? Как поживает твой журнал? Да. Мы издаём журнал раз в квартал, как и в прошлые годы были. На сегодня готовим третий номер этого года. То есть ежеквартально издаём детский журнал на Ногайском, на русском языках. Помимо издания журнала, у меня есть ряд проектов, о которых хотелось бы тоже поделиться. В частности, я подготовил первую энциклопедию на Ногайском языке для детей, как для садиков рассчитанных, так и для школ. То есть туда вошли названия животных, рыб, растений, деревьев, цветов и с их обозначениями. Не только просто названия и обозначения туда и вошли, пословицы, поговорки, народные приметы. Ну, весь колоритный материал, который необходим для преподавания родного языка. Так как у всех народов это на сегодня острая проблема, я так считаю, сохранение родного языка. Ты позиционируешь себя как поэт. А вот очерки, которые ты постоянно издаёшь на Ногайской газете, ты не пробовал их как-то? Всё-таки у тебя есть литературный дар, публицистика, тоже присутствует в твоей жизни. Не пробовал их в сборник какой-то собрать? В республиканской газете «Ногайдаус» я работаю с 2004 года. Ну, вот, как вы говорите, конечно, я задумывался над этой темой тоже выпустить книгу очерков. Так как я бываю в разных регионах компактного проживания Ногайцев, от Астрахани до Крыма, да, и у меня достаточно много очерков о достойных дружинниках сёл разных регионов, как бы. Я бы хотел как-то объединить их и сделать добротную, хорошую книгу. Ну, на сегодняшний день у меня, как сказать, со временем чуть-чуть ограничено, в том плане, что я готовлю ещё ряд проектов. Они тоже адресованы именно детям, как для садиков, так и для школ. То есть это книга... А энциклопедия сейчас на каком этапе находится? Работа над энциклопедией уже, как бы, завершена, но на финишной прямой мы сейчас изыскиваем средства для издания. Вот. Остался один шаг для осуществления данной мечты, как бы. Вот ты говоришь о том, что ты ездишь по районам компактного проживания Нагайцев, и буквально вот-вот вчера, позавчера ты приехал из Крыма. Я знаю, что ты ездил туда не просто так, ты искал свой родной аул, и что у тебя получилось. И также ты договорился о том, чтобы провести выставку народов Карачаева-Черкесии в Крыму. Да, да, да. Расскажи. Впервые я побывал там в 2016 году в Крыму на празднике, на международном празднике Хедерлез Байрам. Ну, как у нас с Абантой проводят, у них Хедерлез это называется. Вот. И в этот раз я познакомился со многими интересными личностями Крыма. В том числе, как бы, встретился и с Энвербием Арпатлы, который работал пару лет назад у нас заместителем председателя правительства Карачаева-Черкесии. А сегодня он является заместителем министра промышленности и энергетики Крыма. Вот. Большой привет, большой салам пламенный он передал из Крыма в Карачаево-Черкесии. Как бы, наши мосты должны, мосты дружбы укрепляться, расширяться знакомые. И вот 18 октября текущего года в Крыму пройдет столетие образования данного региона. Вот. Они хотят пригласить делегацию из нашей республики, чтобы мы поучаствовали там. Поэты, писатели, журналисты, общественники, как бы, да. И представляют нам площадку для организации выставки, выставки, ярмарки, книг поэтов, писателей, ученых, выставки наших художников замечательных. Вот. О Карачаево-Черкесии многие даже и не слышали, оказывается. Пока я не сказал, вот, что есть в мире такой регион, где проживают в добросоветельстве, как одна семья в сплоченности, многие народы, они тоже обрадовались, в общем, ну, очень гостеприимно встретили. Мы провели, значит, встречу в одной из редакций газеты «Яма-Дунья», «Новый мир». Вот, с нашими коллегами пообщались тоже, обмен опытом. Мне кажется, такие встречи, такие поездки творческие помогают журналистам, не только журналистам, вообще всем творческим людям, обрести что-то новое для себя, открыть свою малую Америку, да. И, как вы сказали, в Крыму я нашел свой аул, аул рода Найманов. Он находится в Красногвардейском районе. На сегодня его переименовали в село Советское. Но мне удалось все-таки найти село Найманов. Асан, мы совсем мало сказали вот об этом сборнике «Леся, песня», о новом, об интересном. Но я хочу просто сказать о том, что все-таки здесь больше лирики, насколько я смогла понять, насколько я смогла прочитать. Ну, в общем, все твои любимые темы здесь. И я бы, конечно, очень хотела, чтобы ты прочитал какое-нибудь стихотворение из этого сборника. Да, вы было правильно заметили. В данный сборник включены мои стихи на русском языке в основном на две темы. Тема любви и патриотизма. Что всю жизнь вечно на этой земле. Я бы хотел, с вашего позволения, прочесть одно любимое стихотворение. Пожалуйста. Ты мой ненаписанный роман, Ангел снов моих мятежных тоже ты. И слова мои, и песни не обман, Ты же в воплощении мечты. Я тебе желаю счастья от души, Я тебе стихи слагаю о любви. Мне, любовь моя, навстречу поспеши, С творки сердца ты любовью отвори. Ангел сны мои хранящий, И во сне ты ко мне приходишь ночью в тишине. Знай, мой ангел, наяву теперь придешь ко мне, Чтоб навеки поселиться в моем дне. Спасибо. Это, наверное, Фарида переводила. Фарида, да, перевод. Это ее стиль и ее тема тоже. Я благодарю тебя за то, что ты нашел время, и за то, что ты такой активный, и за то, что ты так болеешь душой за народ, и за то, что ты очень большие свои силы вкладываешь в то, чтобы наши дети не забывали родной язык. Спасибо. Удачи тебе. Спасибо. Спасибо. А сейчас, уходя от лирической темы, мы перейдем на тему природную, не менее интересную. В Карачаево-Черкесии есть много живописных уголков. У каждого есть своя история и тайны. Одним из таких мест является Клухожский перевал, красота которого завораживает и запоминается многим людям. Подробнее о нем расскажет Аслан Гирюгов. Клухожский перевал – самый высокогорный участок военно-сухумской дороги. Начиная с своего восхождения, можно встретить много красивых растений и следы диких животных. Подниматься нужно не спеша и аккуратно, ведь дорога на перевале не приспособлена для привычного автомобильного движения. Здесь пройдут только внедорожники. Поднимаясь все выше, можно встретить много памятников, посвященных советским солдатам, ведь на территории перевала в годы Великой Отечественной войны проходили ожесточенные сражения. 15 августа 1942 года германскими войсками были захвачены перевалы Кавказа. Задолго до этого их изучила подготовленная 49-я альпийская дивизия «Эдельвейс», офицерский состав которой до начала войны под видом туристов изучил горные маршруты. Южные рубежи не были защищены, закреплены и считали почему-то, что горы сами по себе являются именно такими рубежами. Но, сделав обманный маневр, направив армию в центр под Ржев, оттянув туда силы, армия в юг направилась именно на Кавказ, на Сталинград. Цель была одна – отрезать именно поставку нефти горючего для советской техники, танков, самолетов и таким образом переломить ход войны в свою сторону. Для того, чтобы посетить Клухорский перевал, нужно обязательно до начала маршрута получить разрешение, ведь на территории перевала находится пограничная застава, недалеко от которой граница с Абхазией. Дойдя до нее, невозможно не заметить прекрасное озеро голубого цвета, недалеко от которого еще одно, но уже совсем другого цвета. Как отметили работники Тибердинского заповедника, Клухорское озеро самое большое. Многие туристы отмечают, что неудобная дорога не ощущается, ведь пейзажи, которые открываются в Зору, стоят того, чтобы посетить Клухорский перевал. Географическая особенность. Во-первых, это самый доступный перевал, который находится на территории заповедника. Самый доступный перевал из России сейчас, в Абхазию. Раньше здесь проходил знаменитый 43-й туристический маршрут. Значит, туристические группы ходили из Тиберды, в Сухуми, здесь был переход. Здесь раньше была военно-сухумская дорога, но сейчас находится погранпост, застава. Помимо этого, Клухорский перевал регулярно становится площадкой для многих мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи. Он играет особую роль в истории, так как еще с древних времен через него проходили основные торговые пути. А также здесь солдаты советской армии совершали подвиг ради своей страны. Я думаю, мало какие перевалы могут сравниться с красотой вообще Клухорского перевала. Вы знаете, что уже несколько лет работает такая программа развития туризма в нашей стране. Мы думаем, что жители, граждане нашей страны должны и обязаны побывать здесь, не только посмотреть красоты, но и окунуться в атмосферу тех событий далеких 42-43-х годов, когда наши ребята, несмотря на зимнее время, несмотря на то, что тяжело было вести бои на такой высоте, отстояли свободу и независимость нашей страны. Данный перевал – отличная местность для построения горных маршрутов. Каждый человек найдет для себя здесь что-то интересное. Но прежде всего, перед тем, как совершить восхождение, нужно выбрать удачный день, ведь погода в горах часто меняется. Помимо этого, при необходимости, нужно пройти акклиматизацию. Также стоит помнить, что Клухорский перевал является территорией Тиберинского заповедника, и здесь важно соблюдать чистоту. Аслан Гелюгов Алибастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Я рада была встретиться с вами, нашими телезрителями. Желаю вам только добрых вестей и положительных эмоций. А в 14.30 вместе с Аллой Динаевой смотрите Вести. Хорошего дня, до завтра на канале Россия 1. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова